Дорогие друзья, сегодня наша встреча посвящена одному из самых главных христианских праздников – Рождеству Христово. Этот праздник, который ждут все – и взрослые, и дети, верующие и неверующие. И все потому, что он несет с собой ожидания чуда и волшебства. За более чем тысячелетнюю историю христианства на Руси праздник Рождества Христово обрел свои обычаи и традиции, о которых нам сегодня расскажет отец Александр, служитель Татьянинского храма. Рождество Христово – это самый древний праздник, который существует в христианстве. Когда Христос родился, то ликовало небо, ликовали люди, которые ждали Мессию. Мессия – это тот, кто должен был спасти весь род человеческий от погибели. Христос родился в убогой пещере, неприметной, но о нем узнал весь мир. И теперь мы празднуем Рождество Христово так ярко и весело, как обычно отмечаем мы какие-то большие собственные личные праздники, такие как День Рождения. И обычно День Рождения всегда отмечается шумно, отмечается радостно. Также и Рождество Христово отмечается христианами достаточно очень и очень благолепно. Вначале мы готовили себя постом, чтобы очистить свое сердце, для того, чтобы встретить славный этот праздник. Существует множество разных традиций, как встречать праздник Рождества Христово. Конечно же, мы все собираемся в этот день в храме, где совершается богослужение. А на Руси обычно совершались разные калятки. Когда дети ходили по домам, славили рожденного Христа, пели песни, брали с собой импровизированную звезду, изготовливали, и шли, чтобы рассказывать о том, что родился Христос. Также есть еще одна интересная традиция, когда в храмах или где-то в другом месте, где это возможно, ставят вертеп. Вертеп – это такое сооружение в виде шалаша или в виде пещеры, которая напоминает нам о той пещере, где родился Христос, и в эту пещеру кладут фигуры младенца Христа, Богоматери и Иосифа Обручника. Но и также не нужно забывать еще одной традиции, когда вечерами на святки собирались все вместе наши предки и читали книги. Вот это душеполезное чтение было тоже одним из замечательных традиций, которые были у нас на Руси. И вот сегодня мне бы хотелось вам предложить тоже прочитать небольшой замечательный рассказ, который написал Федор Михайлович Достоевский «Мальчик у Христа на елке». «Но я романист, и, кажется, одну историю сам сочинил. Почему я пишу «кажется»? Ведь я сам знаю, наверное, что сочинил. Но все мне мерещится, что это где-то, когда-то случилось. Именно это случилось накануне Рождества в каком-то огромном городе и в ужасный мороз. Мерещится мне был в подвале мальчик, но еще очень маленький, лет шести или даже менее. Этот мальчик проснулся утром в сыром и холодном подвале. Одет он был в какой-то халатик и дрожал. Дыхание его вылетало белым паром, И он, сидя в углу на сундуке, от скуки нарочно пускал этот пар изо рта и забавлялся, Смотря, как он вылетает. Но ему очень холодно, но ему очень хотелось кушать. Он несколько раз с утра подходил к народам, Где на тонкой, как блин, подстилке и на каком-то углу под головой вместо подушки лежала больная его мать. Как она здесь оказалась? Должно быть, приехала со своим мальчиком из чужого города. И вдруг захворала. Хозяйку углов захватили еще два дня тому в полицию. Жильцы разбрелись, дело праздничное. Оставшийся один хозяин уже целые сутки лежал мертво пьяный, Не дождавшись и праздника. В другом углу комнаты стонала от травматизма какая-то 80-летняя старушонка, Жившая когда-то и где-то в няньках, а теперь помиравшая одиноко. Хотя брюжа и ворча на мальчика, так что он уже стал бояться подходить к ее углу близко. На пицце-то он где-то достал в сенях, но корочку нигде не нашел. И раз в десятые уж подходил разбудить свою маму. Жутко стало ему наконец в темноте. Давно уже начался вечер, а огня не зажигали. Ощупав лицо мамы, он подвинулся, что она совсем, он удивился, что совсем не двигается, И стала такая же холодная, как стена. Очень уж здесь холодно. Подумал он, постоял немного, бессознательно забыв свою руку на плече покойницы, Потом дохнул на свои пальчики, чтобы отогреть их, И вдруг, нашарив на нарах свой картузишко, потихоньку, ощупью пошел из подвала. Он еще бы и раньше пошел, да все боялся. Вверху на лестнице большой собаки, которая вела весь день, выла весь день у соседних дверей. Но собаку уже не было, и он вдруг вышел на улицу. Господи, какой город! Никогда еще он не видел ничего такого. Там, откуда он приехал, по ночам такой черный мрак, один фонарь на всю улицу. Деревянные низенькие домишки запираются вставнями. На улице чуть смеркается никого. Все затворяется по домам, и только завывают целые стаи собак. Сотни и тысячи их воют и лают всю ночь. Но там было зато так тепло, и ему давали кушать. А здесь, Господи, как бы покушать? И какой здесь стук и гром, какой свет и люди, лошади, и кареты, и мороз, мороз. Мерзкий пар валит из загнанных лошадей. Их жарко дышащих морд сквозь рыхлый снег звенет от камня подковы. И все так толкаются, и, Господи, как хочется поесть, хоть бы кусочек какой-нибудь. И так быстро стало вдруг больно мальчику. Мимо прошел блюститель порядка и отвернулся, чтобы не заметить мальчика. Вот и опять улица. Ох, какая широкая! Вот здесь так и бывает, как они все кричат, бегут и едут. А свету-то свету, эх! Ух, какое большое стекло! А за стеклом комната, а в комнате дерево до потолка. Это елка. А на елке столько огней, столько золотых бумажек и яблок. А кругом тут же куколки, маленькие лошадки. А по комнате бегают дети, нарядные, чистенькие, смеются, играют. И едят, и поют что-то. Вот эта девочка начала с мальчиком танцевать. Какая хорошенькая девочка! Вот и музыка сквозь стекло слышна. Глядит мальчик, девица, уши смеются. А у него болят уже пальчики. И на ножках, и на руках стали совсем красные. Уж не сгибаются и больно пошевелить. И вдруг вспомнил мальчик про то, что у него так болят пальчики. Заплакал и побежал дальше. И вот опять видит он сквозь другое стекло комнаты, опять там деревья. Но на столах пироги, всякие угощенник, желтые и красные шары. И сидят там четыре богатые барыни. А кто придет, они тому дают пироги. А отворяются двери поминутно. Входит к ним с улицы много господ. Подкрался мальчик, отворил вдруг дверь и вошел. Ух, как на него закричали и замахали. Одна барыня подошла поскорее и сунула ему в руку копеечку. А сама отворила ему дверь на улицу. Как он испугался. А копеечка тут же выкатилась и зазвенела по ступенькам. Не мог он согнуть свои красные пальчики и придержать ее. Выбежал мальчик и пошел поскорее, поскорее. А куда он сам не знал. Хочется ему опять заплакать. Да уж боится. И бежит, бежит. И на ручке дует. И тоска бывает его, потому что стало ему вдруг так одиноко и жутко. И вдруг, Господи, да что же это опять такое? Стоят люди толпой и девятся. На окне за стеклом три куклы. Маленькие, разодетые в красные и зеленые платьица. И совсем-совсем как живые. Какой-то старичок сидит и будто бы играет на большой скрипке. На других стоят тут же и играют на маленьких скрипках. И вдруг так кажется. Качает головой и вдруг на друг на друга смотрит. И губы у них шевелятся, говорят, совсем говорят. Только вот из-за стекла не слышно. И подумал сперва мальчик, что они живые. А как догадался совсем, что это куклы, вдруг рассмеялся. Никогда он не видел таких кукол и не знал, что такие есть. И плакать ему совсем не хочется. И так смешно-смешно на куколок. Вдруг ему почудилось, что сзади его кто-то схватил за халатик. Большой злой мальчик стоял подле и вдруг треснул его по голове. Сорвал картуз, а сам снизу поддал ему ножкой. Покатился мальчик наземь. Тут закричали. Обомлел он, вскочил и бежать, бежать. И вдруг забежал сам, не знает куда, в подворотню, на чужой двор. И присел за дровами. Тут не сыщет, да и темно. Присел он и скорчился. А сам отдышаться не может от страха. И вдруг совсем, вдруг стало так ему хорошо. Ручки-ножки вдруг перестали болеть. И стало так тепло, так тепло, как на печке. Вот он весь вздрогнул. Ах, да ведь он было заснул. Как хорошо тут заснуть. Посижу здесь и пойду опять посмотреть на куколок. Подумал мальчик и усмехнулся, вспомнив про них совсем как живые. И вдруг ему послышалось, что над ним запела его мама песенку. Мама, я сплю, ах, как тут спать хорошо. Пойдем ко мне на елку, мальчик, прошептал над ним другой тихий голос. Он подумал, было, что это все его мама. Но нет, не она. Кто же это его позвал? Он не видит. Но кто-то нагнулся над ним и обнял ее в темноте. А он протянул ему руки. И вдруг, о какой свет, о какая елка. Да и не елка это. Это и не видало, что такое дерево. Где это он теперь? Все блестит, все сияет. И кругом все, что находится вокруг него. И девочки, мальчики, только такие светлые. Все они кружатся около него. Летают, все они целуют его, берут его, несут с собой. Да и сам он летит. И видит он, смотрит его мама и смеется на него радостно. Мама, мама, ах, как хорошо тут мама, кричит он. Мальчик и опять целуется с детьми. И хочется ему рассказать им поскорее про тех куколок за стеклом. Кто вы, мальчики? Кто вы, девочки? Спрашивает он, смеясь и любя их. Это Христова елка, отвечают они ему. У Христа всегда в этот день елка для мальчиков, девочек маленьких, у которых там нет своей елки. И узнал он, что мальчики, эти девочки, все были все такие же, как он, дети. Но одни замерзли еще в своих корзинах, в которых их подкинули на лестницы к дверям петербургских чиновников. Другие задохлись у чухонок от воспитательного дома на прокормление. Третьи умерли у иссохшей груди своих матерей во время самарского голода. Четыре, четвертые задохнулись в вагонах третьего класса от смрада. И все то они теперь здесь. Все они теперь как ангелы, все у Христа. И он сам посреди их. И простирает к ним руки, и благословляет их, и грешных их матерей. А матери этих детей все стоят тут же в сторонке и плачут. Каждая узнает своего мальчика или девочку. А они подбегают и целуют их, утирают им слезы своими ручками и упрашивают их не плакать, потому что им здесь так хорошо. А внизу наутро дворники нашли маленький трупик. Забежавшего и замерзшего за дровами мальчика. Разыскали его маму. Та умерла уже прежде его. Оба свиделись у Господа Бога на небе. И зачем же я сочинил такую историю, так и не идущую в обыкновенный разумный дневник, да еще писателям. А еще обещал рассказы преимущественно о событиях действительных. Но вот-вот в том же и дело мне все кажется и мерещится, что все это могло случиться действительно. То есть то, что происходило в подвале и за дровами, а там об елке у Христа, уж и не знаю, как вам сказать, могло ли оно случиться или нет. На то и я и романист, чтобы выдумать. Большое спасибо вам, отец Александр, за прочтение этого рассказа. Но мне хотелось бы спросить, как вы думаете, почему Федор Достоевский именно этот рассказ посчитал святочным рассказом? Все-таки он немножко грустный, и что он хотел этим сказать? Как вы думаете, ваше мнение? Когда писатель творил, конечно, он положил основу, и эта основа была реальной для того, чтобы создать этот рассказ. Потому что в Петербурге таких мальчиков было множество, и они, конечно же, нуждались в помощи со стороны близких. И поэтому он посчитал, что нужно напоминать, особенно в праздник Рождества, что еще есть люди, которые находятся в тяжелых жизненных обстоятельствах. Чтобы мы могли прийти им на помощь и не замыкались только на себе в эти праздничные дни, но разделяли радость о Рождестве Христовом еще и с теми, кто нуждается в этом, кто находится в тяжелой ситуации. Ну, допустим, если мы говорим о детях, то мы должны вспомнить, что у нас у всех, у деток есть дедушки, бабушки, может быть, кто-то из них болен. Поэтому очень было бы хорошо во время святок посетить их, поздравить с этим светлым праздником. И, конечно же, эти люди, бабушки и дедушки, они были бы весьма признательны и рады, что их не забыли в такой день, что мы их поздравили и свою радость им принесли. Ну и, конечно, Федор Михайлович Достоевский хотел еще тем самым напомнить нам, что дела милосердия нужно делать всегда и везде. И не только на праздники, но не забывать о том, что среди нас есть люди, которые живут достаточно бедно и нуждаются в нашей помощи. Ну что ж, большое спасибо. А мне хотелось бы ребятам порекомендовать еще одну книгу из серии святочных рассказов, или, может быть, даже правильнее сказать, посвященных празднику Рождеству. Это книга немецкого писателя от Фреда Пройслера «Что случилось на Рождество». Это не такая грустная история, как история у Федора Достоевского, но, тем не менее, она также учит детей и добру, и уважению, и любви к ближнему. Ну и еще хотелось бы порекомендовать журнал «Шишкин лес». Этот журнал, каждый номер журнала посвящен какой-нибудь теме. Ну и январские номера, правда, у меня это номер журнала за 2020 год, рассказывает о Рождестве. Так что журнал будет очень интересен всем детям. Ну а наша сегодняшняя встреча подошла к концу, и хочется еще раз поблагодарить отца Александра за хорошее чтение, ну и за интересный рассказ.